Дыхание. Вдох-выдох, без паузы. Дышим. Ну немножко тут есть какие-то трудности. Ну еще разок. Глубже-глубже-глубже-глубже. Еще глубже и еще глубже. И пару секунд еще. Пару секунд. Вот и все. Работаем. А то. Это даже рекомендуется. Что угодно можно делать, лишь бы не бояться. Еще. Прогнуть. Вот так. А я говорю сквозь себя. У нас есть целая верхняя часть грудной клетки. Верхняя часть. А я говорю верхняя. Вот ею дышим. Ну да хорошо. Я говорю успокоиться. Будем плакать? Как прогибаться? Ну поясницу прогибать. Да. Так. Как еще-то. Все-все. Хватит. Тише-тише. Спокойней. Немножко. Глубже. Отпустить диафрагму. Переворот. Сегодня у нас правка и цель правки поиски талии в кавычках. Это шутка, если что. У нас есть ситуация смещения в грудопоясничном переходе. То есть если видно, то таз, плоскость таза в целом горизонтальна, но есть небольшой такой намечающийся сколиоз. И как раз перегиб идет в грудопоясничном переходе. Для косых мышц живота, да, это значит, что они находятся в спазме. Диафрагма в спазме тоже участвует, но не так сильно. Осанка в целом идет с наклоном небольшим вперед. И в сумме это дает минус. Ну, на самом деле в сантиметрах-то плюс, а к результатам-то как бы минус к талии. На текущий момент у нас тут 72, ну, 72 где-то с половиной сантиметра. Что при таком росте, ну, как бы является нормой, но не оптимальным. Поэтому сейчас правим и смотрим, что получится. Прошло где-то около получаса. Вертикаль есть, горизонталь есть, симметрия контура есть. И посмотрим, сколько это нам дало. Конечно, не самое приятное измерение ледяной лентой. Ага, вот теперь я правильно введу. 70 ровно. У нас было 72,5. Я рассчитывал 71 получить, мы получили 70. То есть 70 талия при бедре 100. Ну, вот так как я намерил. Вроде правильно на этом уровне. Если что, поправьте меня как правильно. Потому что я не портной. В общем, я считаю, что это очень хорошая пропорция при данном росте. То есть еще тоньше, но тут, наверное, в общем-то некуда. Все-таки органам нужно какое-то место, чтобы функционировать. Смотреть. Вот так вот. Ост一点.